Итак, друзья, я уже говорил о том, что если вы зайдете с двух ПК, значит, с обычного ПК, со слабого ноутбука, с одного аккаунта Steam, можете, значит, играть в игру, значит, или транслировать ее, да, на вашем ноутбуке. Так вот, друзья, помимо того, чтобы играть в игры в Steam, да, я сейчас покажу, как играть и в другие игры. Ну, вот видите, загружается Far Cry, значит, New Dawn последний, и смотрите, какая особенность. Особенность в том, что, значит, здесь мы можем выйти из Far Cry New Dawn, смотрите, и выйти как бы на рабочий стол ПК с ноутбука, да, то есть как бы на ноутбуке у нас полностью транслируется все, что происходит на ПК. Так же, друзья, давайте сейчас попробуем это сделать, выходим на рабочий стол, так, сейчас, нет, точнее, наверное, надо будет выйти не отсюда, а с ПК основного. Так, сейчас давайте тогда с ПК основного выйдем. Да, и видите, теперь видно нам другие игры, и, соответственно, мы можем зайти, допустим, в Origin и запустить Battlefield V, друзья. Вот так вот просто сейчас, поверьте, я уже проверял, все идет, все работает, все замечательно. Единственная особенность это то, что вместо New Dawn можете запустить какому-нибудь Half-Life, чтобы он не жрал, у меня, понимаете, сейчас New Dawn свернут на основном ПК, соответственно, жрет оперативную память, вместо New Dawn можете запустить какому-нибудь Half-Life, либо еще какую-нибудь слабшую игру. Ну и, соответственно, сейчас будем играть с ноутбука в игры уже, как бы, в общем-то, через Steam, получается, что через Steam, но на самом деле... Играть в военные истории через Steam играем в другие игры, абсолютно любые, в общем-то, потому что можем игру, транслируемую в Steam, свернуть, еще раз повторяю, и открыть абсолютно любую игру, и она будет абсолютно также запускаться у нас на слабеньком ноутбуке. В данном случае у меня ноутбуку 13 лет, он 2000... ну или 12 лет, он 2009 года. И вот так все это выглядит, друзья, видите, на ультра-настройках Battlefield V без проблем идет, без проблем происходит трансляция, и все замечательно. Так. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Надеюсь, вам видео было полезным. Догейл-пипалкой. Так что, друзья, вот так вот. Надеюсь, вам видео было полезным. Всего доброго, всем пока, до свидания.